Доброго времени суток, дамы и господа! Не секрет то, что в обновлении 10.05 нас ждет много всего интересного. Некоторые различные вещицы уже были ранее в игре, например, Башня Магов, например, Катализатор, где мы можем обычные эпики превращать в сетовые вещицы, ну и, конечно же, будут новинки. Новинки в виде торговой лавки, в виде будущего воина стихий, это все интересно, спору нет. Но также имеются новые различные достижения, и о полезных достижениях сегодня как раз-таки хочется поговорить. Изначально достижения, которые введены, которые неплохо помогут пополнить нашу коллекцию, это достижения на сбор вообще всех-всех-всех разных трансмогов, которые только имеются для драконов. Различные рожки, крылышки, хвостики, там для них даже делают отдельную вкладку. Таким образом мы хотя бы можем понять, что у нас есть, что у нас нет, не подходя к облику трансмогрификатора для изменения этого дракона. То есть можно сразу глянуть все, сразу изучить, что у нас нет, посмотреть, зачекать, глянуть, что с кого дропается, не подходя к этому постаменту. Круто, спору нет. Дальше. Реально полезные достижения, которые будут введены. Они будут полезны тем людям, которые развивают свои профессии, которые хотят развить их сильнее. И также это будет полезно тем людям, которые, например, недавно только начали заниматься профессиями. В ВОВе на текущий момент имеются публичные заказы, частные заказы, заказы для гильдии. Публичные заказы немножко будут переделаны. На текущий момент там 20 зарядов для их выполнения, будет 4 заряда. То есть все-таки их можно будет делать меньше. И таким образом выполнение достижений, о которых сейчас пойдет речь, будет замедлено. Первое достижение, нововведенное в обновлении 10.05, это выполнить 100 публичных заказов. Второе достижение – 250 публичных заказов. Третье достижение – 500 публичных заказов. То есть вдумайтесь, насколько это растянется вообще по времени. Но награда того стоит. За каждое достижение мы будем получать по 10 шариков. Шарики под названием «Драконий осколок знаний». Если вы сделали цепочку в лазурном просторе, если вы уже ранее их пролутывали, то вы 100% знаете, что это за «Драконий осколок знаний». Если нет, то давайте кратко расскажу. Вы карту, когда открываете, у вас вот равнины Анары. Тут переправа у речной развилки. Нужно поделать разные квесты, особенно квест, который жирным таким знаком отмечен, в лазурный простор. Делаете всю быстренько цепочку, вас там отправляют потом в равнины Анары. И тут вот, где стоит золотой ромбик, пещерка, тут как раз-таки мы вымениваем эти «Драконий осколки знаний» на знания в той профессии, которая нам, собственно, хочется. То есть, к примеру, у меня кузнечка, у меня инженерка. Инженерка на выбор. Я могу либо в инжу получить одну единицу знаний, либо в кузнечку. То есть, 30 знаний за выполнение 500 публичных заказов. Это довольно-таки неплохо. Самое главное — полностью выполнять все публичные заказы, которые будут ставиться. То есть, ни какой день нельзя просто-напросто слакать. Все дни нужно делать публичные заказы, чтобы быстренько завершить достижения, чтобы получить знания. Это актуально как для твинков, так и для мейна, так и вообще для любого-любого сорта персонажей. Такие вот хорошие, интересные, реально полезные достижения будут введены в 10.05. Конечно же, вылутые осколки приятно, но это, скорее всего, будет долго. Ну что ж, стоит проявить терпение к выполнению этих достижений, и стоит их потихоньку, конечно же, делать с самого первого дня. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, также не забывайте о розыгрыше. До скорого!